Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Анатолий Цыганков. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Дмитриевна Бочникова. Лариса Дмитриевна, добрый день! Здравствуйте! Вы, как уполномоченный по правам человека в Карелии, от лица государства защищаете интересы людей. Мы прекрасно знаем, что большинство жалобят как раз на институты власти. И, соответственно, вам приходится с этим компромиссом. С одной стороны, не нужно решить проблемы людей, с другой стороны, понимая, что вы находитесь внутри структуры государственной власти. Как удается решить проблемы, чтобы были решены задачи, которые предлагают вам для исполнения и органов власти, с одной стороны. А с другой стороны, как решить проблему человека в этой ситуации? Где этот компромисс вы находите? Ну, вопрос очень хороший, интересный, он такой философский, хотя само слово «компромисс» не очень мне нравится, потому что найти баланс, может быть, я бы даже так сказала, отношений между интересами человека и интересами государства. Хотя мне всегда ближе позиция, что практически государство – это мы. Да, вот какие мы, такое государство. Когда кто-то начинает просто чисто ругать государство, хочется спросить, что ты сам сделал для этого государства. Но почему я считаю, что вопрос ваш очень правильный, серьезный? Потому что, если говорить вот о нашей республике, то действительно ведь дискуссии на эту тему, они шли еще с 1997 года, когда только появился в Российской Федерации такой институт уполномоченного по правам человека, тогда в Российской Федерации. Хотя эта должность уже была прописана в Конституции Российской Федерации 1993 года. У нас в Карелии говорили, а нужен ли чиновник, который будет защищать права человека, потому что действительно уполномоченный по правам человека в субъекте является государственным служащим, то есть он работает на государство, и в то же время он должен защищать простых людей. Для того, чтобы не было, вот как вы говорите, противоречия, для того, чтобы возможно было решать эти задачи, должность уполномоченного является весьма независимой должностью. Что это значит? В отличие от потом уже появившихся специализированных институтов, от уполномоченного по защите прав ребенка и уполномоченной по защите прав предпринимателей, специализированные институты. То есть у них руководители фактически, хотя мы отчасти каждый по своему региональному закону работаем, но уполномоченный по защите прав ребенка является работником администрации президента, так же, как и по защите прав предпринимателей. У нас уполномоченный по правам человека в Российской Федерации является совершенно самостоятельным человеком. Так же и мы весьма независимы по закону. А скажите, пожалуйста, вот много ли поступает жалоб в ваш адрес, много ли заявлений пишут вам? На что жалуются, на кого жалуются? И если говорить о каких-то наиболее типичных жалобах, то что бы выделили вы? Да, иногда, да, безусловно, всегда нужно опираться на цифры для того, чтобы сделать какие-то правильные выводы. У нас эти цифры не такие большие, мы никогда не гнали за количеством, потому что главное здесь качество, да, сама помощь и защита, и соблюдение прав человека. В среднем это 250 и чуть больше письменных обращений, и вместе с устными обращениями это где-то, вот как в прошлом году, 469, 500 с небольшим обращений. И всегда следующий вопрос сразу звучит, а удается ли кому-то помочь, если такая статистика? Мы стараемся ее вести, хотя люди не всегда нам говорят, помогло ли им то, что мы им рекомендовали, советовали, какие обращения мы писали. Но если кто-то говорит спасибо, мы всегда рады этому, отслеживаем, и мы всегда довольны, если одна треть удается, вот одна треть от всего количества обращений удается разрешить, это очень хороший, мы считаем, показатель. Еще один вопрос, наиболее часто встречаемые жалобы, какие по содержанию? Да, правильно. В основном, конечно, это пять групп жалоб, да, в соответствии с международными стандартами и с российскими. Это социальные или гражданские, политические права, экономические, культурные. В основном, это все-таки социальные права. Это вопросы, связанные с жильем, с расселением из аварийного жилья, это медицинское обслуживание. Ну и если говорить о следственно арестованных и заключенных, то многих волнует вопросы следствия и решения суда, хотя следствие независимо, и по закону я не имею права вмешиваться в деятельность других государственных структур, а служу лишь дополнительным средством защиты прав человека, но мы всегда стараемся посмотреть закон еще раз, и если вдруг какое-то нарушение было, я нахожу понимание, вот в республике, во всяком случае, у нас. Вот если говорить о том, что первый год вашей работы, первый, может быть, один, два, первые два года работы, и нынешний, уже новый цикл начался, нового года, то вот разница между этими датами, она по содержанию заявлений сильно отличается, и насколько больше стало жалоб за время вашей работы, что вы начинали свой трудовой путь в этой профессии уполномочия, к сегодняшнему дню? Конечно, отличается, безусловно, отличается. Наверное, так же, как вот жизнь меняется, так и меняется количество и содержание тех обращений, которые поступают. Ну вот в 2019 году, когда я пришла на должность уполномоченного, там вообще говорили и писали, что у вас тут пытки в Карелии, значит, и вот все вы такие агрессивные, права защищать не умеете. Значит, потом вроде бы с этой проблемой удалось разобраться, и если будет время, даже расскажу, как мы это все делали. И на первое место встали вопросы, связанные с расселением из аварийного жилья, то с началом пандемии, допустим, да, это вопросы, которые мы раньше вообще никогда не решали. Ну и с началом специальной военной операции то же самое. Мы никогда, допустим, с военными так близко не работали, как сейчас нам приходится работать, в том числе выходим через Москалькову Татьяну Николаевну, полномоченного по правам человека в Российской Федерации, на Министерство обороны, занимаемся вопросами возвращения из плена и прочими, несмотря на то, что сейчас, вот, конечно, создан фонд защитников Отечества, с которым мы, безусловно, взаимодействуем, подписали соглашение и стараемся работать вместе. Вы сказали о том, что два события, три глобального характера, это коровирусная инфекция, и вот теперь следующая у нас есть проблемная кодточка в России, это проведение специальной военной операции на территории Украины, которая изменила характер заявлений, так вы сказали сейчас. А вот, скажем, события, связанные с последними, с всеми действиями, которые проходят сегодня на Украине, жалобы, заявления, которые к вам поступают, связанные с этой темой, они от кого поступают? От жен, матерей, или от военнослужащих, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции? То есть, какие проблемы вы прежде всего решаете? Ну, во-первых, мы стали работать еще с новой для нас группой населения, это эвакуированные с территории Украины, это беженцы. И мы вот сейчас на семинар направляемся, я сама еду в Санкт-Петербург и беру с собой общественных помощников из Костомукши, из Сартовала, потому что беженцы, вопросы беженцев границы, они в новом свете стали перед нами. Люди, которые не просто покинули свои дома и приехали к нам, они потеряли свои дома, да, если мы говорим о территории Донецкой и Луганской народных республик, которые сегодня стали нашими российскими территориями. И этим людям, безусловно, надо было помочь, и мы помогали вместе и с государственными структурами, и с общественными организациями. Мне было очень приятно, когда я приходила в эти ПВРы, помещения для временного размещения этих людей, и они говорили, что в Карелии государственные служащие приходили к ним и в выходные, и в дни, и вечером, но это приятно слышать, когда вот такая обстановка. Помогали всем. Обращались, в основном, может быть, по бытовым вопросам, по вопросам, связанным с гражданством, по вопросам, связанным с пенсиями. Теперь перейду к второй части вопроса, который вы задали, участники СВО. К нам вообще жалуются женщины чаще. Жалуются чаще женщины. То есть это жены. Вопросы первое время, когда не все было понятно, да, кого призывают, как подписывать контракт. Тогда не было фонда защитников Отечества. И здесь, конечно, мы с военкоматами работали напрямую. Надо отдать должное. 24 часа в сутки для нас были доступны специалисты. Вы уже упоминали, отвечая на один из вопросов, о том, что у вас существует институт общественных помощников. Но я знаю, кроме того, вы создали еще два совета. У вас есть экспертный совет и совет молодежный. Плюс это институт общественных помощников. То есть у вас очень большая армия, скажем так, помощников-волонтеров. Вопрос такой, насколько общий ваш союз единомышленников позволяет обрешать проблемы в районах Карелии. Спасибо, Анатолий Михайлович, за то, что подняли этот вопрос. И вообще за то, что пригласили. Потому что действительно я, будучи одна, не могу до всех районов добраться вовремя, оперативно. И здесь, безусловно, мне помогают помощники. Но мы еще один институт создали. Мы создали еще открытый правовой университет на трех уполномоченных и общественную палату. И задумано было так, что раз в квартал заседание этого открытого правового университета, куда мы приглашаем очень уважаемых людей, значимых докторов наук, раз это университет. И это бесплатно все. В том числе с разъяснениями, что нужно, куда можно обращаться и так далее. Да, действительно, у меня есть общественные помощники в районах. Есть общественный экспертный совет. Бывают ситуации, когда мне жалуются, допустим, из Сегежского района. Я звоню общественному помощнику, говорю, не могу на этой неделе выехать туда, не могу сама посмотреть. Вы знаете эту обстановку? Иногда общественный помощник говорит, да мы не только обстановку, мы и человека этого знаем. И если нужно, конечно, мы дойдем до него и поможем, если что, разъясним и подключим вас. Поэтому, вот пользуясь тем, что нас сегодня, наверное, все-таки в Республике Карелия многие слышат, хочу сказать, что список этих людей есть на сайте уполномоченного по правам человека в Российской... Ой, извините, в Республике Карелия, но мы в Российскую Федерацию тоже отдаем эти данные, потому что молодежный совет мы создали именно по инициативе Татьяны Николаевны Москальковой. И я хочу сказать, что не все уполномоченные прямо кинулись создавать эти молодежные советы. Извините, что сразу переключилось. Почему? Потому что это дополнительная работа для нас. Некоторые молодые люди, которые вроде пожелали участвовать в молодежном совете, а мы его создали одним из первых в апреле прошлого года, они почему-то решили, что мы их будем приглашать, развлекать, что-то им рассказывать, а я хочу, чтобы они мне помогали. Но некоторые очень справляются, и я довольна, что мы создали. Конечно, это целая армия, я с вами полностью согласна. Мне самой не справиться было бы, потому что я и два ведущих специалиста, вы сами знаете, мы с вами говорили, на небольшой заработной плате должны знать все отрасли права. Не только семейное, не только право финансовое или связанное с предпринимательской деятельностью, а все, что касается от рождения и до смерти. Вот еще раз уточню у вас. Мы говорим, в данном случае, об общественных помощниках. У них, видимо, есть какой-то статус. Насколько у них есть возможность, обращаясь к органам местной власти, как пример, быть услышанными и насколько серьезно к ним относятся, как к вашим представителям? Ну, здесь, наверное, в каждом районе по-своему. Конечно, когда мы определяли кандидатуру этого общественного помощника, нам было важно, чтобы это был человек уважаемый в районе, но чтобы он имел доступ, потому что у него же ничего нет, у меня тоже нет дополнительных ресурсов, но чтобы он мог договариваться и чтобы органы власти могли предоставить ему помещение, раз в квартал, чтобы он проводил личный прием граждан и разъяснял, допустим, если он сам не может решить этот вопрос или подсказать, куда обращаться, обращаться в местную прокуратуру, то есть начиная с районной в районную полицию, а потом уже, может быть, к уполномоченному, потому что я подключаюсь только тогда, когда было нарушено право человека, как вы правильно заметили, государственными структурами. Но для этого нужно туда, для начала обратиться. Когда ко мне звонят и говорят, почему вы не решаете вопрос, у меня с соседом проблемы. Но это ваша проблема с вашим соседом. Это не нарушение ваших прав. Пожалуйста, обращайтесь в компанию управляющую, обращайтесь к жильцам дома, если между соседями нет договоренности, если уж там агрессия, не дай бог насилие, тогда, конечно, мы подключаем органы правопорядка. У нас в Карелии время от времени возникают такие публичные конфликты, где возникает трение между властью, представителями власти и гражданскими активистами. Как пример приведу несколько, скажем, граждане какого-то поселения выступают против того, чтобы на их озере, на их берегу возникло рыбоводческое хозяйство, форелеводческое, скажем. и требуют закрытия данного предприятия или не допущения его деятельности, а обращаются к органам власти. Конфликт истории доходит до судебных процессов. Или ситуация, когда, скажем, жители села выступают коллективно против закрытия собственной малокомплектной школы в селе. Опять же, они апеллируют к органам власти, требуя их услышать. Или ситуация, недавняя и свежая, когда жители конкретного поселения, уставшие жить в ситуации бездорожья полного, обращались в веселой форме, чистушечной, к власти, требуя решить проблему, потому что она не просто житейская, она социальная, они не могут доехать до райцентра даже. То есть, все темы социальные. И вопрос, вот такие сложные темы вы берете в работу к себе, а если берете, у вас хватает ли каких-то инструментов, прав, возможности, чтобы помочь людям с этими требованиями, обращающимся к органам власти? Ну, во-первых, конечно, я не могу отказать. Когда люди не согласны или имеются разные точки зрения, ведь это не всегда конфликт. Я даже стараюсь вот таких негативных слов или слов, несущих какую-то коннотацию негативную, не употреблять. Я как-то выступая говорила, что я пришла не участвовать в конфликтах, я пришла защищать права человека. Да, действительно, с одной стороны, форелеводческие хозяйства, люди обеспокоены, я их очень понимаю. Я бы жила на берегу озера, меня бы этот вопрос волновал. Тогда нужно людям рассказать, как это происходит, если очистные сооружения и так далее. Что это дает бюджету того поселения, в котором находится. И когда выясняется, что если вот это форелеводческое хозяйство действительно здесь зарегистрировано и будет платить налоги и будет очищать все, так оно будет благо для вас. Вы его не бойтесь, вы вместе с ним работаете. Иногда удается, конечно, просто на уровне объяснения. Но если не работают очистные сооружения, если какой-то вред экологии, то, конечно, защита экологических прав это, безусловно, тоже моя функция вместе с другими структурами. Удается ли этот вопрос решать? Ну, я бы так сказала, что, наверное, по-разному. Но мы стремимся, безусловно, мы живем на одной территории, где мы все заинтересованы в чистом воздухе, в хорошей воде. Но вот то, что в комфортной среде, в хороших дорогах, ну, то, что вот вы сказали, статистика, нас, к сожалению, становится меньше в республике Карелия. Жить мы хотим хорошо, мы хотим жить качественно, мы еще гостей к себе в республику приглашаем. Последняя статистика говорит, нас уже не 600 тысяч, нас 500 с небольшим тысяч. Если а территория у нас 180 квадратных километров. Если сравнить, допустим, с Белоруссией, где мы говорим, дороги чистейшие, все, значит, подстрижено, все чистота, порядок, у них 220 квадратных километров. У нас один субъект 180 квадратных километров. Для того, чтобы привести в порядок и поддерживать этот порядок, нужны люди. Без людей мы этого не сделаем. У нас наш любимый Каливальский национальный район и Муизерский на один квадратный километр не 4 человека, как давала статистика, а пол человека. Поэтому мы тоже должны это учитывать. То есть я, безусловно, за дороги, за школы. Но если там не будет детей, которые должны учиться в этой школе, то что государство думает, что ему лучше, подвозить детей на автобусе в соседний населенный пункт или открыть школу там, где на будущий год не будет учеников. Вот это дилемма, которую тоже надо решать. Это все людям надо объяснять, не надо бояться говорить с людьми. У нас умные, достойные люди. И хоть я не люблю слово конфликт, но я бы сказала, в целом люди у нас не конфликтные. Мы сегодня обсуждаем проблему, которая является вечной. Конфликт все-таки между властью и гражданином. Как найти компромисс в этих действиях? С одной стороны, мы говорим о том, что институты власти призваны решать проблемы людей. Когда человек, уже имеющий определенную проблему, пытающий ее решить, обошел не одну инстанцию властную, он часто завершает свой поход как раз у полномоченного по правам человека в данном случае Ларисы Дмитриевны-Боченко. К ней приходится со своими проблемами. Я не знаю, решит она проблему, что не решит она эту проблему, есть ли у нее для этого возможности. По всей видимости, скорее всего, нечасто такие возможности у нее появляются. Но сам факт, что у человека все-таки есть возможность расширить число людей, которые решают его проблему со стороны, пусть даже государства, это все равно хорошо. То есть возможность решить проблему, это как раз и главная задача, кто стоит перед уполномоченным по правам человека. И то, что очень важно, проблема решается всеточечно, то есть конкретный человек с конкретной проблемой конкретное решение. Кроме того, очень важная еще и есть функция у института по защите прав человека, это то, что через этот институт, через уполномоченного по правам человека, проходит невероятно огромный поток критической информации. Жалуются все, сообщают, что ли, огромный поток. Есть возможность у людей, работающих в этом институте, обобщать информацию, и в данном случае они выступают очень квалифицированными экспертами. Они могут сформировать задачу, которую должны решить органы представителей власти, законодатели или исполнительные органы власти. А институт уполномоченных по защите прав человека он формулирует проблему этого. Поэтому квалификация в виде экспертной оценки очень важна для государства в их лице. Понятно, что очень много существует всегда конфликтных тем, никогда они могут быть решены быстро удовлетворить человека. Тем более, не все проблемы, человек сам понимает, насколько они законны, когда он адресуется к органам власти или к уполномоченному. Разные бывают ситуации. Но нам тут важно понять, что общество уполномочило сотрудников вот этого института от нашего имени работать и наши интересы защищать. Поэтому мы надеемся на то, что наши уполномоченные, Лисия Дмитриевна, защищают интересы всех граждан Карелии. Спасибо. Это была программа «Тема дня» с Анатолием Цыганковым. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова